Столичный ЖКХ уже вполне может обойтись без мигрантов. Такое заявление недавно сделал исполняющий обязанности мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, расценки для организации работающих в сфере ЖКХ достаточны для того, чтобы нанимать только легальных работников. Эту другие темы прокомментировал в интервью нашему каналу заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Петр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Петр Павлович, у меня первый к вам вопрос по аномальной жаре, которая сейчас установилась и во всей России, в Москве в особенности сегодня побит очередной рекорд этого лета. Как всегда у нас что зима, что лето приходит неожиданно. Вот что сейчас Москва делает для москвичей в связи с приходом такой аномальной жары? Ну действительно жара, которая заставляет нас сейчас все городские системы сделать комфортным нахождение в городе. Во-первых, на улице города идет усиленный режим поливки улиц, промывки улиц, это как-то освежает улицу. Второе. Все учреждения социальной сферы, они работают с тем, чтобы принять посетителей, организовать для них досуг. В учреждениях усилена работа кондиционирования, вентиляции воздуха. То же самое относится и к Мосгортрансу, общественному транспорту, метрополитена. То есть все городские системы на сегодняшний день включены по той программе, по тому сценарию, который у нас отработан, используя негативный опыт 2010 года. Еще одна из обсуждаемых тем последних месяцев, наверное, это реформа ЖКХ, тарифы ЖКХ. Владимир Путин об этом часто говорил. Вот в Москве тарифы ЖКХ, я знаю, не повышались уже полтора года. И планировалось повышение на 1 июля, перенесено оно на 1 августа. Вот то, о чем говорил Путин, что рост тарифов не должен превышать 6%. А вот в эти 6% Москва укладывается? Мы укладываемся не только в эти 6%, но и значительно ниже. Менее 6%. Если говорить о Москве, действительно, мы не повышали полтора года. И вообще, если говорить за всю историю работы в системах власти, а я работаю более 25 лет, то это самый низкий уровень повышения тарифов. Были времена, когда мы повышали 25-30%. Плюс ко всему, мы должны помнить о том, что вот есть ставка планово-нормативного расхода, примерно 60% платят москвичи, а остальное платит за них город. Если говорить по уборке, по улице, то 3 рубля на метр квадратные по уборке, это платит городская система. А если учесть, что мы и ремонтируем дворы, примерно 8 рублей уходит на метр, то все эти денежки идут за счет городской системы. Город продолжает вести работу по дотации оплаты, затея и другие работы. Хотя практически все регионы России уже перешли на уровень стопроцентной оплаты. Конечно, Москва к этому приходит, медленно приходит, но тем не менее уровень дотации в городской системе остается. Еще раз подчеркиваю, что мы не только в виде ставки планово-нормативного расхода эти вопросы решаем, но в Москве более 800 тысяч человек, которые получают от города субсидии. Допустим, по России порог, когда 22% совокупный доход семьи и только потом какие-то субсидии платят. В Москве это 10%. То есть мы сейчас проводим субсидирование, оказание помощи москвичам, так же, как было и в предыдущий 2011 год, в предыдущие 2012 годы. А что это за субсидии? Как их можно получить? А это получают только те граждане, у которых оплата за жилищно-коммунальные услуги превышает 10% суммарного семейного дохода. Сергей Собянин также говорил, что система ЖКХ сейчас может вполне обойтись без мигрантов. Я не буду задавать такой вопрос, что готовы ли москвичи работать за ту сумму, за ту зарплату, за которую работали мигранты. А вообще, в принципе, какие-то издержки может жилищно-коммунальное хозяйство от этого понести, от этого запрета на принятие на работу мигрантов? Вот если так взять и сегодня сказать, что мигрантов нет, мы этого сделать не можем. Вот Сергей Собянин как раз изобрел сейчас новую модель создания государственно-бюджетных учреждений. Когда в городской системе государственно-бюджетные учреждения получают по тем же расценкам, по тем же нормативам средства и отдает на эксплуатацию жилой дом, территорию, бюджетному учреждению, то от этого есть выгода. Вот мы начинаем с 1 июля эксперимент в жилом фонде. Первые 10 районов каждому округу по одному району перейдут на работу по этой схеме. Когда территория района будет отдана одной государственной структуре, ей будет отдан бюджетный заказ. И на наш взгляд уровень заработной платы там вырастет примерно в два раза. За счет ненужных издержек, которые сегодня платит частный сектор. Это налог, там добавленная стоимость, это налоги на прибыль и так далее. И за счет этого мы повысим уровень заработной платы. И безусловно расчет на то, что придут москвичи, жители Подмосковья на работу в нашу систему. Я приведу один пример. Когда мы создали ГБУ автомобильной дороги, то уровень заработной платы там вырос в два раза. И примерно 40% сегодня там работают жители Москвы, Подмосковья. Ну и близлежащих к московскому региону областей. Ну а к какому сроку вы рассчитываете полностью перейти на обеспечение сектора жилищно-коммунального хозяйства за счет работников, жителей Москвы и Московской области? Вот первый эксперимент 10 районов мы начинаем с 1 июля. Следующие три десятка районов это с 1 января. И полагаем ближайшие два года полностью перейти на эту систему. А так называемая новая Москва, присоединение новых территорий. Вот как будете справляться с такой проблемой, как инфраструктура? Потому что в Москве, понятно, она развита на тех территориях, которые будут присоединяться. Развита не везде. Я даже говорю не про инфраструктуру, а даже элементарные какие-то удобства, бордюры, дороги и так далее. В прошлом году, начиная с 1 июля до 1 октября, мы сделали такой сильнейший прорыв в создании комфорта в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства. Мы за эти неполные три месяца сделали дорог с твердым покрытием примерно 300 километров. Это когда элементарно отсыпали крошкой асфальта толщиной 30 сантиметров дороги с тем, чтобы в любое время года можно было проехать. Мы обустроили 50-метровую полосу вдоль 350 километров дорог, сделали 146 пожарных водоемов, подъезды к ним для обеспечения пожарной безопасности, 24 вертолетные площадки для оказания помощи вертолетами нашей авиации московской. И, конечно же, подготовили все топно-аналитическое хозяйство, 100 котельных, отремонтировали 150 бесхозных линий электропередач, 50 трансформаторов. Зимний период прошли без всяких потрясений. Жители новой Москвы жили комфортно, имея тепло, имея воду и имея надежное электроснабжение. Эта работа будет продолжена и в этом году. А какой бюджет на эти работы заложен? Если сравнить с бюджетом, который был в предыдущие годы, то мы увеличили расценки на территории Новой Москвы примерно в два раза на все виды работ. Судя по планам столичных властей, я прочитала, что благоустройство города будет набирать обороты. В этом году разных районов столицы будет создано 49 народных парков, центр также будет преображен. Что еще по благоустройству города планируется сделать? Мы благоустройство города интенсивно наращиваем, начиная с 2011 года, когда Сергей Семенович Собянин заявил о том, что Москва должна быть комфортно и удобной для москвичей. Это и ремонт дворовых территорий вместе с москвичами. Их предложения реализуются. Это создание народных парков, это первая такая вот инициатива была в этом году по предложению москвичей одобренным мэром. И мы создаем 49 парков в различных уголках города, это те территории, которые были когда-то неухоженные. Это продолжение работы по ремонту парков наших традиционных, вот за два года 50 парков отремонтировали. И, конечно же, пешеходный маршрут и пешеходные улицы. Вот пешеходная зона Столешникова, переулок Камергерский, Кузнецкий мост. Это подстать всем мировым образцам, которые можно только сделать. Это место отдыха, место прогулки по исторической Москве. В этом году в центре столицы будет сделано еще пять пешеходных зон. Никольская улица, Большая Дмитровка, от площади Гагарина через нескучный сад, парк, до площади Европы. Это пешеходная зона от метро Новокузнецкая, мимо Третьяковской галереи, Болотные улицы. Это исторические места, которые москвичи могут видеть, обозревать, идя пешком, гуляя, отдыхая. Эта работа будет продолжена и дальше в последующие годы. Петр Павлович, я понимаю, что рано еще подводить какие-то итоги, но, тем не менее, ведение в Москве платных парковок как-то уже оправдывает себя? Я полагаю, да. Платные парковки по Тверской улице, в центре столицы дают возможность москвичам ходить, гулять. Общественный транспорт способен на то, чтобы довести любого москвича до нужной точки вовремя, и тем самым улучшение экологии, улучшение целой обстановки по городу. Поэтому это оправдывает себя. Об этом говорят москвичи. А что делать с такой проблемой, как стихийные парковки во дворах? Тут как соблюсти интересы жителей, которые бы хотели гулять в себе во дворах с своими детьми, и интересы, соответственно, владельцев автомобилей, которым тоже нужно где-то парковать в своей машине? Москвичи предложили, и вот на прошлом заседании правительства, принято приостановление правительства, по решению общих собраний жильцов того или другого дома, они обращаются в районное муниципальное собрание, к депутатам, они принимают решение, и жители сами могут устанавливать шлагбаумы, которые обеспечивают беспрепятственный проезд для машин скорой помощи, пожарной машины, спецмашин, а все остальное пространство отдано самим жителям, и они сами распорядятся, где они сделают парковку, кто будет парковаться и как. Спасибо большое за интервью. Спасибо.